Все то, что вытворяет Соларейх на атомной станции, это, естественно, обычный шантаж. Вы или воюете и решаете свои геополитические задачи, или пытаетесь там фиговым листком от кого-то что-то прикрыть. От кого, простите? От уважаемых западных партнеров, которые поставляют оружие, которое уже стреляет на вашу территорию, сколько раз бомбили Белгородскую, Курскую и прочие области. Для кого эти фиговые листки? Если ты вытащил меч, руби им до конца, иди до западной границы. Теперь уже даже риторика поменялась. Вместо того, что вот-вот возьмем Херсон, начинают вопеть, что никогда в жизни не отдадим Николаев. Под зелебобусами начинает уже шататься потихоньку табуретка. Они настолько достали западных партнеров своей невменяемостью, что такое ощущение, что скоро может быть им и конец. Сколько было шума с этим зерном? Сколько было паники? Сколько было истерик? Так, может, дело было не в голоде, не в чем-то там еще? Нет ли какого секрета у Красной Армии? Татьяна, здравствуйте! Здравствуйте! Из последних событий, из того, что происходит на Украине, белорусов сейчас, как людей, которые наиболее пострадали от Чернобыльской станции, очень сильно беспокоят ситуацию вокруг Запорожской АЭС. И надо понимать, что в Украине это четыре атомных станции, и Запорожская, хоть и самая крупная, но только первая, которая коснулась этой проблемы. Объект защищен достаточно. Насколько я пообщалась со специалистами, даже прямое попадание там всякого там самого жуткого оружия, которое сейчас есть в распоряжении у Саларейха, волей наших многоуважаемых западных партнеров, не способно привести к катастрофе. Но ущерб, конечно, нанести способно. И все то, что вытворяет Саларейх на атомной станции, это, естественно, обычный шантаж. Больше это назвать просто никак не получается. Они шантажируют МАГАТЭ, они шантажируют Россию, а что им, собственно говоря, остается еще делать? Они в своем репертуаре. Больше им ничего не остается делать, поэтому они, естественно, беспредельничают. И, естественно, у них любимая песня «Сами себя обстреляли». При этом, естественно, логичный вопрос, а зачем, собственно, обстреливать станцию, которую сами же и контролируют, никто не задает. Ну, а из тех, кто может задать, его в Саларейхе, скорее всего, к ним после этого придет СБУ. То есть ничего никогда не меняется. Все то же самое. Удастся ли с чего-то добиться этим шантажом, неизвестно, но будут пробовать до самого конца. Одно из ваших последних сообщений о вашем телеграм-канале, касающиеся будущего, где вы размышляете о будущем Украины, оно, как мне показалось, достаточно грустное такое. Из-за него следует, что Украину ждет судьба такого медленно тлеющего очага конфликта, которых много по миру. Прошло уже достаточно количества времени с 24 февраля, и уже можно сказать, что особо большими силами Россия атаковать не собирается. Все идет очень-очень-очень медленно. И поэтому с такими темпами, сами понимаете, с такой скоростью продвижения говорить о быстром завершении конфликта не приходится. Разве что внезапно случится какое-то чудо, там фронт обрушится, или экономика совсем с аларейхитом рухнет, или Запад решит попуститься, мало ли что там может произойти. И что-то там ускорится. Потому что с теми темпами, которые сохраняются сейчас, сами понимаете, на что-то быстрое рассчитывать не приходится. Поэтому особых поводов для оптимизма просто нет. А врать людям, ну, это не является политикой моего паблика. Вместе с тем вы намекаете на некий референдум и некую формулу референдума, которую анонсировали, собственно. О чем это идет речь? Значит, моя позиция по референдуму, которую очень-очень многие не любят, неизменно с 2014 года. Я считаю референдум абсолютно бесполезным. Ну вот, посудите логически. Россия признает госпереворот. Лавров заявляет, что Порошенко – это лучший выбор украинского народа. Недавно он рассказывал, что это вот уважаемые западные партнеры уговорили, сказали, ребята, все будет хорошо, все нормально и все такое. Но если вы по-прежнему признаете этот нацистский госпереворот, этот Соларейх, значит, вы признаете и его Конституцию. О каком референдуме может вообще идти речь? Где вы читали в Конституции Соларейха, что референдум возможен, легитимен, легален и так далее? Нигде. То есть, если вы признаете, то референдум заведомо Филькина грамота. А если вы не признаете и сказали бы сразу, знаете, уважаемые западные партнеры, но из-за вашего госпереворота государство Украина потеряла свою государственность, тогда этот референдум вообще не нужен. Вот и все. Я изначально говорила, что ну зачем вы маетесь этой дурью? Вы или туда, или сюда. В итоге-то этот референдум так никто и не признал, кроме самих россиян. Но самое забавное, что, естественно, никто из российских юристов со мной не спорит и не возражает, но и сказать это публично не может. Хотя логика совершенно очевидна. То же самое и со всеми остальными этими референдумами. Какие референдумы, в какой Запорожской области, или Херсонской, или еще какое-то, о чем вы говорите, кто их признает? О чем вообще речь? Если вы уже начинаете говорить, что это все западные партнеры ведут с вами войну, зачем вам этот референдум? Когда вы уже ведете войну фактически со всем западным миром. Поэтому мое отношение к этим референдумам совершенно однозначно. Они никому даром не нужны. Они бесполезны, смешны и даже вредны. Ну а что сказать, допустим, жителям Запорожской области, той же, да, или там Херсонской, которые, ну, хотят таким образом сами выразить свое мнение. Может быть. А наверняка... Индивидуальные жители, конечно, встречаются. Но референдумы не проводятся индивидуальными жителями. Референдумы проводятся какими-то компетентными властями. Кто у нас компетентная власть и на каком основании? Ну там же есть какие-то временные администрации сейчас... А кто их признает? Ну, пока, по ходу, пьесы они признаются только на их территориях. Вот такая вот печалька. То есть, если вы начинаете говорить о легитимности, ну, это просто, мягко говоря, смешно. Вы или воюете и решаете свои геополитические задачи, или пытаетесь там фиговым листком от кого-то что-то прикрыть. От кого, простите? От уважаемых западных партнеров, которые поставляют оружие, которое уже стреляет на вашу территорию. Сколько раз бомбили Белгородскую, Курскую и прочие области. Для кого эти фиговые листки? Для уважаемых западных партнеров? Да вы прикалываетесь. Ну, это просто абсурд какой-то. Татьяна, исходя из этой логики, в общем-то, нужно просто, получается, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда, нужно до конца доводить военную операцию. Естественно. Естественно. И никак иначе. И отбросить все эти сантименты. Они сами говорят, что коллективный запад объявил нам войну, снабжает Соларейх оружием, и собираются проводить какие-то филькины грамоты. Зачем? Ради чего? О чем вы говорите? Смысл этого всего? Два варианта. Или вы воюете с коллективным западом всерьез, или вы пытаетесь устроить какие-то фиговые листки и в конце концов договориться. А пока вы кардинально не решили, что вы делаете, понятно, что и народ не понимает, чего от вас ждать и что вы вообще хотите. Ну, говорят же, что партия войны сражается с партией голубков мира, и кто победит, пока непонятно. Поэтому и спецоперация такая, мягко говоря, странная. Одни говорят, что вот спецоперация, другие говорят, нет, мы воюем с коллективным западом, причем некоторые говорят, что даже, прости господи, цивилизационно. Ну, многие так говорят, да, и... Вот, вот, вот. Так что тут вопрос. Или вы цивилизационно воюете со всем коллективным западом, или вы проводите какую-то там спецоперацию. Ну, нельзя делать и то, и другое одновременно. Это очень дезориентирует людей. Ну, честно признаюсь, я не первый раз вот уже говорю, что очень много, да не то, что много, а все, наверное, сейчас зависит от политической воли руководства Российской Федерации. Да. И если там дадут слабину, то это все закончится, ну, как бы это обидно не звучало, ничем. Ничем хорошим это все не закончится, потому что если ты вытащил меч, руби им до конца, иди до западной границы. А так пока непонятно вообще, что происходит. Темпы продвижения настолько низкие, что начинают задаваться вопросами уже даже самые оптимистичные. О военной операции тогда хочется и где-то улыбаться, когда читаешь новости о битве за Херсон. Да, да. Та сторона тоже прекрасна. То есть вот при всей критике российского руководства спецоперации и всего остального не будем забывать, что соперники не то, что не лучше. Соперники просто смехотворные. Как там? Матушка-императрица нашлась из кадра похуже нашей. Теперь уже даже риторика поменялась. Вместо того, что вот-вот возьмем Херсон, начинают вопеть, что никогда в жизни не отдадим Николаев. Ну, то есть у соперников ситуация, мягко говоря, тоже не фонтан. Вот такое ощущение, что стороны вошли в клинч. Непонятно, сколько этот клинч будет продолжаться, потому что на Западе тоже не сироп, там пересохли реки, значит, уже там собираются в Великобритании не платить за электричество. В общем, с экономикой у них все плохо, жутко и печально. В общем, можно и с той, и с другой стороны найти массу негатива. Ну и вот клинч, самый настоящий клинч, затишье. Послушайте, ну вот от одного из людей, вот недавно появилась такая, ну я не знаю, как вы оцените эти слова, предполагаю, лишь от одного из людей, от которых исходили все эти лихие инициативы, скажем так, Киева, я, Брестовича, просто процитирую его, недавнего, украинская власть презирает украинский народ, за людей их не считает, и имеет на то практически все основания. Дальше он характеризует украинцев как бестолковых, неумелых, безмозглых, эмоциональных и управляемых нищим духом людей. Ну даже мне вот после таких слов за украинцев стало, ну честно говоря, обидно. Что это вообще? Кто это? Ну это, Машко Арестович, дело в том, что в любом народе есть определенный процент таких людей. Абсолютно в любом народе, потому что человеческая популяция, она едина. И ни капельки не изменилась со времен неандертальцев и пятикантропов. Смотря, что пропагандируют. Если пропагандировать доброе, светлое, то и народ потянется в этом направлении. А если народу втирать в ту чушь, которую втирает Арестович, то результат будет закономерен. А то, что он настолько циничен, что толкает такие речи, ну что тут можно сказать? У него немало противников в Сал-Рейхе. Многие говорят даже, что он очень плохо закончит. Ну посмотрим. Ну знаете, там про всех говорят, что плохо закончат, но они при этом хорошо себя чувствуют. Пока что, во всяком случае. По сути, очень тоже, ну я не знаю, как вы относитесь, но смешанные эмоции вызывают. Вот я сейчас просто смотрю на фотографию одного из обменных пунктов Украины и на фоне новостей, что Носбанк Украины девальвировал гривну и запретил обменникам показывать. Тут очень весело. Значит, курс покупки дорого, курс продажи дешево. И так по всем валютам. На самом деле валюту меняют и менял. Во всех телеграм-каналах есть куча реклам с телефонами. Вот поэтому все эти официальные обменники, я думаю, будут тихо, мирно вымирать. потихоньку в силу своей бесполезности и нефункциональности. С другой стороны, никаких проблем с обменом ни у кого нет. Есть огромное количество ресурсов, где ты договариваешься и меняешь все, что тебе надо, и никто никакие курсы не скрывает. Поэтому все эти запреты это скорее всего какая-то внутривидовая борьба среди соларейховских барых, которые догрызают труп соларейха, пытаясь набить свои карманы в последний момент, уничтожая всех своих экономических и политических соперников. Кому война, кому мать родна, тоже такая поговорка, которая почти ежедневно приходит на ум, когда смотришь на то, что происходит в Украине. Опять же, повеселил главнокомандующий, не знаю, я так говорю, повеселил, может быть, это неверное слово, вы меня поправьте, верховный главнокомандующий Украины, когда сказал, что хочет напрямую говорить с Дзиньпином. Мол, давно не было переговоров, один раз мы только там где-то там перемолвились, и надо напрямую разговаривать и понять, что к чему. не видит с ним поговорить, наверное, об отжатой Мотор Сичи или о чем он там еще хочет с ним разговаривать. Ну, Мотор Сичи арестована, а там китайские инвестиции и, собственно, после этого... Последнее время преследуют неудачи наших зелебобусов. То Эмности Интернешнл рассказала им, кто они такие, что они прикрываются мирными людьми, как живым щитом, размещая в школах, в больницах и прочих гражданских объектах все эти войска. И, несмотря на то, что Эмности извинились, что причинили боль населению Саларейха, они не стали отказываться от своих слов. Потом вышло расследование американского телеканала, что, оказывается, всего лишь 30, в лучшем случае, там 40% поставляемой техники попадает на фронт. Куда попадает остальная техника остается тайной, покрытой мраком. Но тут-то я должна сказать защиту зелебобусов, сами бы они эти 60-70% техники налево пустить бы не могли. Тут они явно действуют в связке с нашими уважаемыми западными партнерами, которые поставляют это оружие и толкают его налево. Так что тут они, собственно говоря, сами себе в ногу выстрелили, наши уважаемые расследователи. Ну и вот сейчас немцы выпустили очередное расследование, в котором рассказывается, что на самом деле зелебобусы это сброд коррупционеров, которые выводили деньги Коломойского в крипту, в офшоры и все такое. То есть под зелебобусами начинает уже шататься потихоньку табуретка. Они настолько достали западных партнеров своей невменяемостью, что такое ощущение, что скоро может быть им и конец. Ну или вариант западные партнеры таки вынудят зелебобусов сделать то, что от них требуется. Скорее всего вот они чего-то не делают. А денежки при этом воруют как не в себя. Поэтому это тоже очень интересно. Вот уже третий звоночек прозвучал для зелебобусов. Посмотрим, будет ли четвертый и что там будет дальше. А чего такого они могут еще не делать? Ну уже столько наделали, простите. Нет, нет, там во внутренней. Там вот зелебобусы сопротивляются назначению на разные должности ставленников. западных кураторов, потому что если западные кураторы будут назначены, то скорее всего окружение зелебобуса очень быстро пойдет поэтапу. Потому что воруют они столько, что просто диву даешься, насколько вот эти люди жадные и невменяемые. Думаю, это последнее, что удерживает. И вот эти вот звоночки зелебобусом это им предупреждение, что ребята не исключено, что скоро вас придется на кого-нибудь поменять. В конце концов посадить Порошенко зелебобусу так и не разрешили. Хотя по логике он должен сидеть где-то там во львовском зиндане рядом с Медведчуком. Вы знаете, очень показательно, ну как мне кажется, но и не только мне, тут многие пишут об этом, вот эта зерновая сделка, и что целый там Байден, несмотря, ну по-разному может к нему относиться, конечно, но вмешивался в эту сделку и задались вопросом, а украинское или то было зерно, почему столько шороха вокруг него, вероятнее все это уже было американское зерно, собственно, но. Вы знаете, самое смешное, что оно оказалось никому не нужно. Сколько было шума с этим зерном, сколько было паники, сколько было истерик, вот прямо вот мир погибнет без украинского зерна. Но я искренне тоже не понимал, почему так все. Все просто укрут от голода, и что же мы видим? Первый корабль с зерном стоит болтается на рейде, потому что от него отказались покупатели и теперь ищут спешно новых покупателей. Так может дело было не в голоде, не в чем-то там еще. Нет ли какого секрета у Красной Армии? Самое забавное, что коррупционеры зелебобусы исключительно через своих зернотрейдеров, грабя всех остальных, кто не имеет доступа к вот этому каналу продажи, зарабатывают огромные деньги на скупки вот этого всего зерна, которое люди хотят продать и никаких других способов не имеют. То есть все как обычно. Посмотрим внимательно за судьбой вот этого первого корабля с зерном, кому его в конце концов продадут и что будет с остальными кораблями. Но уже думаю всем понятно после этого факапа, что дело не во всемирном голоде. Это было изначально понятно, потому что даже те заявленные 20 миллионов тонн, хотя большой скептиз вызывала эта цифра на самом деле, там были они, там не были эти 20 миллионов, скорее всего нет. Ну там в общем делить на двое надо было. Они никак, ну точно не влияли на ситуацию вообще вот с продовольствием в мире. Это капля в море на самом деле. А вот шума было так, как будто там, да. Как будто библиотека. Следовательно, этот шум был нужен для того, чтобы скрыть какие-то истинные цели, которые на самом деле пока непонятны. Ну, вывоз, допустим, вооружений вряд ли был бы возможен, потому что все-таки Россия, насколько я знаю, установила контроль. А как же? Значит, ну я думаю, что скоро в скором времени поймем. А особенно, знаете, очень интересно читать, я не знаю, но вы тоже наверняка изучаете этот вопрос. По поводу пахотных земель в Украине. Разные данные всплывают периодически. И тут Китай вспоминается. Порядка 5% по-разному, опять же, из разных источников информации. Порядка 5% пахотных земель Украины на 100 лет вперед собственно принадлежит китайцам. Разные, опять же, цифры, ну там, сравнивают с площадями там то Италии, то Бельгии. Опять же, пахотных земель, это надо понимать, принадлежат американским корпорациям там через какие-то третьи подставные структуры. то есть, когда вот людям говорят надо воевать за родную землю, я так понимаю, этот призыв там звучит достаточно часто, то вот на фоне этих новостей за какую землю они вообще воюют получается? Ну, все было печально и до спецоперации и даже до Майдауна. Потому что с формализацией собственности в Украине даже до Майдауна все было совершенно кошмарно. Цифры были ну просто ужасающе низкие. Как говорилось, мы живем под собой не чуя страны. Никто не знал кому что принадлежит. Реестры кадастры были совершенно удручающе пусты. Никто не спешил ничего заполнять. Ну, как теперь понятно, умышленно. Когда мы читали цифры, что уже там 60-70% белорусских земель занесено в кадастры, мы, конечно, безумно завидовали. Вот, диктатор Лукашенко, смотрите, формализация занимается, все у белорусов хорошо. В России тоже неплохие цифры. А в Украине всегда все было очень-очень-очень плохо с формализацией. Были не размежеваны даже населенные пункты. То есть вообще непонятно, где чьи земли. А теперь тем более непонятно. Потому что все это сплетни и сказки, кому там чего принадлежит. Для того, чтобы доказать, что тебе что-то где-то принадлежит, ты должен предъявить какие-то документы. Кто и какие документы, собственно говоря, будет предъявлять в Соларейхе. В кадастре как была торечелева пустота, так и остается. В реестрах примерно то же самое. То есть уровень формализации собственности в Украине всегда был просто удручающий низок на толку, что вам что-то принадлежит, если там идут боевые действия. Если скорее всего, даже если вам действительно что-то принадлежит и у вас даже есть документы, но при этом вы сторонник нацистского режима и полностью в этом укронацистском консенсусе какой-то деятель Соларейха, скорее всего, когда Россия победит, вы просто свалите из Соларейха куда-нибудь на запад или еще куда-нибудь и вся ваша собственность скажет вам до побачивания. Поэтому кому там что принадлежит воюющей стране, это банально просто смешно обсуждать. Ну, знаете, просто рисуют люди всякие теории, что вот, например, там условно кусок земли, причем, ну, кусок земли для европейца это называется куском земли язык не поворачивается для, допустим, западного, да, потому что там пол Европы кусок земли такой, ну, украинская большая страна, не надо забывать. И рисуют такие теории, что вот, оно, мол, кому-то уже принадлежит там, то ли в Вашингтоне, то ли в Пекине, то ли еще где-то, неважно где. Осталось свои права предъявить, реализовать. И, собственно, поэтому... Принадлежать кусок земли на Юпитере или на Луне. Некоторые товарищи продают землю на Луне. Да, но это далеко. А тут оно, вот оно здесь, и, собственно, поэтому такая заруба происходит. Да, да, да. Я думаю, что земля в воюющей стране, она примерно одинаково доступна. А так вы можете рассказывать кому угодно, что вам там что-то где-то принадлежит. Идите, получите эту землю, попробуйте получить с нее доход. Так что, что Луна, что воюющая страна один в один. Да, и видите, все равно приходим к тому, что все будет зависеть от результатов военной операции, которую проводит Россия только после ее окончания, если она вообще когда-то закончится. Не, ну все когда-то рано или поздно. Ну, хорошо, я скажу по-другому, если она закончится при нашей жизни. Да, да, если мы доживем до ее окончания, да, где-то так. Потому что очень бы на самом деле и в Беларуси не хотелось бы иметь к югу от себя отлеющий конфликт постоянный. Тем более мы видим, как, смотрите, сейчас обострились просто вот мгновенно Косово. Снова вспомнили, что Косовары не любят сербов, а сербы Косоваров. Азербайджан с Арменией снова опять же возбудились на фоне Карабаха. Ну, про Тайвань там вообще отдельная история. Тут просто это тема, наверное, на отдельного разговора. Но я к тому, что когда есть такие вот тлеющие конфликты, они, их всегда очень быстро поджечь. Ну, на месяц отложили Косово, как минимум на месяц. Вот. Что будет дальше, непонятно. Вон у Трампа обыскали его поместье. То есть каждый божий день приносит нам новости все очешуительнее и очешуительнее. Ну вот закончится август, начнется новый политический сезон и непонятно, что оно будет. Причем где угодно, вы правы, в мире может полыхнуть. Всегда может дойти какой-то там Эрс Герцог и какой-нибудь Сараево. И разгореться со страшной силой, если не хватает того, что уже полыхает. В конце концов в Америке выборы в начале ноября. Я думаю, что вот-вот уже пойдет по полной программе избирательная кампания. И везде в мире что-то творится. И полыхнуть может действительно где угодно, буквально в любой точке. Нам остается только ждать и наблюдать. Я обратил внимание, у вас вот здесь на майке там портретик можно посмотреть на ваши майки? Это мне сделали майку зрители моих высказываний на стримах. Вот в частности здесь не знаю, Путин мне сегодня не звонил. Когда мне задают вопросы, что там себя думают в башнях Кремля, я всегда так отвечаю. И вот зрители сделали мне майку вот с такой вот моей любимой надписью. И мне в принципе нечего добавить. Я понятия не имею, что там творится в разных башнях, кто там из них сражается друг с другом, потому что это все исключительно где-то творится в подковерных диалогах. А людям уже выдают готовое решение, причем до сих пор никакого решения пока надо сказать не выдано. Вы знаете, я вот подумал, мы вам подарим, обязательно это сделаем. В Беларуси стали продавать мерч первого у нас там называется, то бишь футболки, байки. Там фразы, ну это цитаты из Александра Егоровича, которые вот мне кажется вот просто идеально ложились бы на то, как вы выступаете. Ну как минимум факты на стол, там есть такая вот. Да, да, да. Ну это наверное всем подходит, но вам все-таки в большей степени будет очень интересно. Да, и чем дальше, тем интереснее, тут с этим как бы не поспоришь. Китайское проклятие как раз на нас отыгрывается по полной программе. Живем мы во время таких великих перемен, что даже и не знаю, жил ли кто-то еще во время еще более великих. Ну уже как есть, мы же времени выбираем, поэтому времена не выбирают, в них живут и умирают. Это да. Это точно. Главное жить интересно все равно в любом случае, как бы не складывались обстоятельства снаружи. Спасибо вам огромное, Татьяна, за этот разговор и за ваши оценки. Спасибо вам. До свидания. Привет Белоруссии. Спасибо. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин